Мы уже не раз рассказывали об очаровательной девочке Каролине Воробьевой. Она не только хороша собой, но и талантом юной леди нет границ. На этот раз наша съемочная группа поймала Каролину перед очередной тренировкой. Маленькая звездочка ответила на самый часто задаваемый вопрос нашим корреспондентам. Иногда вечером мне кажется, что у меня совсем нет сил. Но жизнь и должна быть такой яркой и динамичной, чтобы потом было что вспомнить. Каролине уж точно будет что вспомнить. За свои 9 лет она чего только не перепробовала. И танцы, и хоккей, и пение, и рисование. Теперь ко всему прочему прибавилось и карате. Она уже полгода посещает секцию и за такой короткий срок добилась неплохих результатов. Каролина уже у нас занимается около полугода. То есть пришла, через некоторое время она сдавала на аттестацию на белый пояс. То есть перепрыгнула через несколько поясов и сдавала, как видите, на оранжевый пояс. То есть приезжал старший тренер сборной, отметила Каролину. Очень перспективная девочка, талантливая. И очень многого добьется с ее желанием, с ее рвением. С таким же желанием и рвением она покоряет сцены. В этом году уже успела получить титул мини-мисс России 2016. Конкурс проходил в Москве в гостином дворе. 200 маленьких куколок на протяжении 4 дней боролись за желанный титул. В этом году, как и в прошлом, конкурс состоял из трех этапов. Это выход в национальном костюме, творческий номер и выход в вечернем платье. Конечно, выход в национальном костюме мы очень переживали. Там было очень много девочек в разнообразных костюмах, очень красивых, интересных. Но чем поразил костюм Каролины? Это тем, что у нее был полностью образ. Образ императрицы. Также жюри поразил выход Каролины в вечернем платье. Она была весной и под конец дефиле выпустила бабочек. Выглядело это очень эффектно. А в конкурсе талантов звездочка исполнила песню, которую она подготовила специально для конкурса вместе со своим педагогом Еленой Дудиновой. Освободолюбивая птица. Что также не оставило жюри равнодушными. Единогласные именно Каролине вручили титул мини-мисс России 2016. Также юная леди заслужила звание супермоделем. Племянник Пиро Кардена выделил именно ее среди остальных. Впереди у Каролины конкурс мини-мисс Вселенная. Он должен был состояться в начале года, но организаторы отложили дату проведения. Поэтому у маленькой принцессы еще есть в запасе время на подготовку. Родители Каролины благодарят за помощь главу города Валерия Максимова и местных предпринимателей. Благодаря совместным усилиям о русской красоте и таланте узнает весь мир.